Доброе утро, друзья! Мы уже попросыпались. Вот так вот выглядят наши палаточки. И спать было, к счастью, очень даже тепло, потому что здесь, в принципе, жарко. Мы сейчас позавтракаем пельменями, которые вчера купили в Лидле. Вот такие вот они радиольки. Мы взяли с собой газовую горилку, котелок, все для походных условий. И сегодня мы выезжаем в сторону Монако и остальных городов. Субтитры сделал DimaTorzok мы сильно не заморачивались. Мы вот ехали-ехали и просто заехали в любую бухту, которая была. Не знаю, повезло нам или нет, но здесь вот такой вот дикий интересный пляж, немного людей. И нам такое нравится. Поэтому, если что, заранее не всегда надо гуглить. Можно иногда просто увидеть, спуститься и купаться. На кирпич. Она просто сошла с ума из-за того, что тут Леворуч, Проворуч, Проворуч, Леворуч. Мы уже в Монако. Первое впечатление пока что такие, что это очень кипишный город, Митушливые. Тут нереальные развязки. И все время все двигается. Плюс полосы очень узкие. И пока мы сюда спустились, у меня прям шок настоящий был. Ну, вроде как мы припарковались и меня уже попускают. Ну, и сейчас пойдем посмотрим какие-то более интересные места, чтобы было и не только первое впечатление, еще и второе, третье. В ХЗЛе получится. Но мы вместо того, чтобы спускаться пару километров вниз, просто сели в лифт, который вот так вот стоял из ниоткуда. Нет, чуть-чуть ниже опустились, да. Нет, а вниз еще как-то можно? Это оказался фейл. И мы приехали в какой-то бизнес-центр. Едем назад. Здесь, как вы видите, много домов строится сейчас. Высотки есть. И большинство домов выглядят довольно-таки свежими, новенькими. То есть это не какой-то суперисторический там центр. Все немножко, конечно, запутано. Куча лестниц, куча этих жилых комплексов. Но сейчас будем выбираться куда-то на понятной улочке, чтобы увидеть что-то, может быть, старинное найти. Что-то завелось. Мандаринки. Мандаринки. Мы уже вышли на набережную. Судя по всему, это яхтенные причалы. В общем, ребята пошли смотреть замок. Старый Монак. Мы сейчас прогуляемся в Монте-Карло. Это вот в ту сторону. И, ну, я надеюсь, там что-то будет сверхкрутой, потому что Лена говорит, что это и есть вот-вот-вот вся суть Монако. Ну, красиво, но как бы такого, чтобы прям что-то меня впечатлило, нету. Хотелось бы увидеть еще что-то красивое. Но вот там я вижу прикольную архитектуру, поэтому мы туда двинем в ту сторону. Все эти яхты невероятно разные, невероятно красивые. Я хоть и не любитель чего-то такого, я больше, конечно же, люблю то, что сделала природа. То есть некоторые вещи, которые сделаны руками человека, и они тоже очень и очень крутые. В данном случае это яхты и спорткары, которые здесь вокруг. Сильно много мы их показывать не будем. И вообще в этом трипе, но вот в этом городе, думаю, будем. Очень интересная фишка, то, что несмотря на то, что это яхтенный порт, стоянка яхтенная, тут просто прозрачнейшая вода, видно все, и очень много рыб. Еще один маленький нюансик. В Италии и во Франции очень все сложно и туго с интернетом. Даже в гостиницах там какой-то он медленный, и в принципе его еще надо как бы поискать. В Польше очень много было хот-спотов на улице, прямо посреди города. Здесь же даже на заправках зачастую его нету, поэтому берите это во внимание. Вы можете день, можете два дня быть вообще без связи, без интернета. Вот здесь вот я стою сейчас в этом таком месте шикарном и так далее. Зашел сейчас, думал зайти в интернет, и все равно он здесь платный. Три часа пять евро стоит. Как-то так. Никогда я не думал, что я буду стоять в Монте-Карло и наблюдать за подобной штукой. Но это так интересно, что же он оттуда вытащит. Моя индастрил закончился, и мы попали в японский сад. Прямо по дороге. Помимо дорогих яхт, машин и всего вот такого вот здесь очень прикольно то, что город построен в горах, получается на побережье, прямо возле гор. И вот мы видим огромные высокие скалы и высотки примерно, не знаю, почти такого же размера, как и верх этих скал. Мы уже прошли индустриальный кусочек, хотя вот еще чуть-чуть виднеется, и пришли к пляжам. Вот здесь они, я так понял, начинаются. И, кстати, что удивительно, то что они бесплатные. Вы можете просто прийти сюда, спуститься и вот так вот купаться. Мы сегодня уже купались, и на мой взгляд это место было более прикольное. А поэтому сейчас пойдем дальше гулять. Я не знаю, в чем фишка. Может, мы попали в какой-то русский квартал. Но тут вообще все просто разговаривают на русском. Как-то это очень странно и удивительно. В общем, сейчас такое чувство, как будто мы идем по Одессе, по Аркадии, но только такое разжившееся уже, знаете, там где денег побольше стало. Ну, такое. Вот это вот, наверное, и есть фишка. Особая фишка. Фишка этого города и княжества в целом, это цены на недвижимость. Ну, там яхты, все дела, понятно, но также здесь продают недвижимость. Обычно мы часто заглядываем, сколько она стоит, но вот здесь вот цены просто космос. 9 миллионов евро, 7 миллионов евро. В аренду, кстати, цены попроще. В аренду 3 500 евро и 2 750. Ну, как-то вот соотношение, вы знаете, я бы здесь в аренду жил, если бы вдруг надумал вообще здесь жить. В общем, ребята, я не могу сказать, что мне не понравился Монако или что-то там в нем не так. Просто есть определенные форматы, и если вам вдруг нравится, что все было по богатому, помпезно, там вот типа Беверли-Хиллс, Майами и все в таком стиле, ну, тогда вам, наверное, здесь понравится. То есть мы просто не сильно в восторге от такого, поэтому, ну, это все круто, но вот нам больше нравятся какие-то атмосферные, там такие исторические городки и вот природа, кемпинг. Сегодня мы проснулись, реально было круто. А вот здесь неплохо вот так прогуляться, посмотреть, но это тот формат, который нам не очень нравится. Но если вам такое нравится, то определенно сюда стоит заехать. Ребята ходили в замок, который был чуть-чуть справа от той бухты с яхтами, и вот там было прикольно. Поэтому, ну, на наш взгляд прикольно, потому что там замок, там старые улочки, все дела. Поэтому выбирайте места, которые вам понравятся заранее и идите к ним. Но мы с Леной всегда хотели посмотреть, что такое Монте-Карло и посмотрели. О, Монте-Карло, о! Мы сейчас проехали Ниццу и ищем кемпинг. И тут такая лажа у всех оказалась, никто не указывал, что кемпинги работают только до 7 часов. И мы куда не заезжаем, у них все закрыто, никто уже не работает. И в итоге, ну, уже 5 кемпингов, и мы не можем найти себе ночевку. Поэтому надеемся, что хоть один какой-то попадется, который, ну, или работает допоздна, или сделает исключение. Кто хочет, тот найдет. Поэтому у нас уже все сложилось в кемпингах. Обычный кемпинг, очень экономный, 31 евро у нас вышло за все это. И мы уже разбиваем палатки. Вода такая же, как и в Монако. очень голубая и прозрачная. И что-то мне подскажет, что на всем побережье она вот именно такая. Кстати, удивительно, но никто почему-то не купается сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok